Всем привет! Как дела? Я рад приветствовать вас у себя на канале. Если вам понравится видео, обязательно оцените его. Это нужно для того, чтобы алгоритмы YouTube рекомендовали мое видео другим пользователям, которым также это может быть интересно. А если вы хотите смотреть больше таких видео, обязательно подпишитесь и нажмите колокольчик, и тогда вы точно ничего не пропустите. Для тех, кто хочет поддержать мой канал, ссылка будет в описании. Также по этой ссылке вы найдете возможность задать мне вопрос, и на этот вопрос я буду отвечать в других видео, посвященные тематике, вопросам и ответам. Ну а я продолжаю свою серию видео про модуляр, который называется «Модулярные будни», и сегодня я буду говорить о том, какой же первый модуль купить. В прошлом видео я рассказывал о том, как собрать вот такой вот кейс для того, чтобы начать собирать свой первый синтезатор. И, как вы видите, я его покрасил в черный цвет. Все-таки я выбрал плоский кейс и одел на нем фурнитуру. Я очень доволен результатом, потому что этот кейс выглядит очень компактным, и я смогу, наверное, его с собой куда-то носить, чтобы создавать музыку на ходу, или, может быть, просто для того, чтобы удобно с ним обращаться. Сегодня речь пойдет о том, какой же первый модуль купить. С чего вообще начать поиски? Хочется сказать о том, что путь у всех к модуляру лежит из разных направлений. Кто-то, например, является гитаристом, или каким-нибудь барабанщиком, или просто музыкантом, который играет на каком-то инструменте, и ему необходимо его обрабатывать специальными эффектами. Но педалик ему недостаточно, и он хочет какой-то модуляционный эффект в этом использовать. Хочется порекомендовать смотреть в сторону первых модулей именно эффектов, потому что источник звука у вас уже есть, и вы сможете использовать его в качестве основы, и начать с эффектов, а дальше уже по нарастающим покупать модули, и уже приобретать другие осцилляторы, если вам этого будет мало. Достаточно просто определиться примерно с эффектами, которые вам нравятся. Это reverb, delay, или, может быть, вы хотите использовать ваш инструмент в качестве источника, в качестве триггера, и использовать звук в качестве огибающий для, например, аналогового осциллятора. Такое тоже возможно. Если вы, например, сэмплируете, и у вас уже есть какой-нибудь крутой сэмплер, типа MPC, Akai или какой-нибудь еще, то вы, наверное, захотите себе какой-нибудь жирный аналоговый осциллятор, ну или, может быть, цифровой осциллятор. Ну, в общем-то, вам нужен синтез. Тут я, конечно, рекомендую смотреть тогда на источники звука, которые вам необходимы. То есть цифровой синтез имеет богатая возможность по волнам и по модуляциям даже самого себя, и аналоговый синтез, где вы можете использовать действительно аналоговый осциллятор. Это не такой большой выбор волн, но с помощью вейвшеперов, конечно, можно добиться и более богатых звучаний этих волн. Но, тем не менее, вы, может быть, заморачиваетесь по поводу того, что вы хотите вот именно аналоговый осциллятор какой-нибудь крутой компании, и он будет звучать жирно, как холодильник. Я всегда так говорю, потому что, когда я свой аналоговый осциллятор покупал, я всем говорю, почему я его купил. Это потому что он звучит реально как холодильник. Ну, а я свой маленький вот этот вот модульный синтезатор буду собирать как сэмплер как раз-таки. Потому что полноценного сэмплера у меня в студии вообще нету, если не учитывать там Ableton Live, да, то внешний какой-то такой железный сэмплер у меня отсутствует. И я хотел собрать именно на основе сэмплера вот такой небольшой модуляр. У меня было всего три сэмплера. Это был Phonogen от компании Make Noise. Это был мой первый сэмплер. Он больше такой заточен на небольшой отрезок времени, и чтобы его разбивать на части, такой гранулярный сэмплер. Также у меня был Nebula. Это первая версия. Это сэмплер от компании Cubit Electronics. Когда он появился впервые, я думал, о, круто, появились сэмплеры в модуляре. Но когда я заказал его, я понял, что он звучит low-fine. И, ну, то есть он звучит не так качественно, как стерео может звучать, когда вы записываете просто в компьютер. И получается, что он тоже выполнял функцию больше какой-то вот такой приправы к основному звуку, нежели являлся основным каким-то сэмплером. И сейчас у меня появился это 4MS Stereo Triggered Sampler. Это такой STS он называется. Он имеет возможность воспроизводить в хорошем качестве стерео-дорожку. И он имеет два канала, левый и правый. В нему можно вставлять флешку, и практически без ограничений. Ну, там какие-то большие числа, что-то типа 600 сэмплов можно загружать. Длина этих сэмплов тоже чем-то ограничена. Ну, микс, я думаю, что можно загрузить туда часовой. И можно, в принципе, не заморачиваться сейчас в длине. Но, в общем-то, это устройство дает возможность воспроизводить аудиофайлы любой длины с хорошим качеством. И на основе этого сэмплера я и хотел построить вот этот вот свой маленький модульный синтезатор. Когда вы задумываетесь о том, какой купить первый модуль, конечно же, вы всегда обращаете внимание не только на функционал, но и на стоимость этих модулей. Потому что кто-то не готов сразу вкладывать какие-то большие средства в дорогие модули. Кто-то, наоборот, готов вкладывать. Я расскажу свой опыт. Когда я уже попробовал Cork MS-20 Mini, это семимодулярный синтезатор, я уже понял, что точно хочу себе модульный синтезатор. Также я у своего приятеля покрутил большой ящик, я понял, что из этих модулей можно создавать очень крутые какие-то звуковые эксперименты. И я точно определился, что хочу себе модуляры. И когда я заказывал первые свои модули, их было там 4 или 5 штук. То есть я взял сразу осциллятор, секвенсор, там микшер у меня был. То есть то, что бы заменило мне MS-20, но в будущем дало бы мне больше возможностей, когда вы добавляете модуль к своему синтезатору. Получается, что вы расширяете не только на один модуль, а... Как объяснить? Чем больше модулей, тем больше возможностей вы получаете. Но не на один модуль, а, грубо говоря, на одну функцию к каждому модулю. То есть вариация патчей увеличивается по прогрессивной шкале. То есть на один модуль больше, это не просто один функционал для одного синтезатора, а это функционал для каждого, грубо говоря, модуля, если его патчить отдельно. В общем, так или иначе, я бы, наверное, рекомендовал зайти со стороны, со следующей. Нужно взять один модуль, пусть это будет для тех, кто сэмплирует, это будет аналоговый осциллятор. Для тех, у кого есть уже инструмент, это будет какой-то эффект-процессор. И для тех, у кого есть уже аналоговое оборудование, но нет сэмплера, как вот у меня, это будет какой-то мощный, интересный сэмплер. Также к нему бы я рекомендовал сразу бы взять какой-то логический модуль. Это может быть многофункциональный модуль, например, MATS. Это очень популярный модуль от Make Noise. Он имеет возможность закрутить настройки вашего модуля до неузнаваемости. То есть, если взять, например, MATS и сэмплер, MATS и осциллятор, MATS и эффектор, этого будет достаточно для того, чтобы начать уже получать какие-то интересные модуляции. Поскольку MATS у меня есть, он стоит уже в той системе, и сюда интегрировать я его не буду. Но оттуда я забрал, в будущем буду показывать, в следующем, наверное, видео расскажу про него. Это LFO, это 4 LFO в одном модуле, которые позволят мне наводить тут шороха, хаотичности, модуляции. Все то, за что мы любим эти модулярные синтезаторы в моей системе. А сегодня я буду получать тот опыт, который получил бы человек, приобретя, например, один модуль. Я смотрел обзоры этого модуля, и мне очень понравилась его гибкость, потому что он имеет, грубо говоря, два канала, левый и правый, они абсолютно одинаковые. То есть, можно использовать как два инструмента. Можно сделать кик и снейр, можно сделать петлю из барабанов и добавить какую-то гармонию на фон. И, судя по тому, что я сейчас говорю, уже можно сделать вывод, что на нем можно, в принципе, уже музыку создавать. Что вот эти входы означают? Эти входы означают возможности, которые мы можем сделать с этим сэмплером. Но насколько эти возможности ограничены в формате только вот один модуль, я думаю, что у многих, у кого нет модуля. Если мы сейчас его подключим к этой системе, то мы увидим, насколько он крутой. Но поскольку у вас, например, этой системы может не быть, и у вас есть только вот один модуль, попробуем сделать какие-то патчи, исходя из того, что может именно один вот такой вот модуль. И, кстати, хочется сказать, что когда у меня был MS-20 Mini, у меня был Bass Station, у меня был Walldorf, у меня была педалька, боссовская это было Space Echo. Я собрал этот сетап вместе, через CV там как-то соединил, и у меня есть такой часовой лайф того времени. Я иногда его слушаю и понимаю, насколько человек может извернуться, исходя из того, что у него не так много возможностей. И тогда мозг начинает мыслить, он начинает придумывать какие-то интересные идеи, которые при наличии большого количества оборудования вы наверняка бы забыли. Аудиозвук запихивать, грубо говоря, в синтезатор и использовать волну аудио в качестве огибающей. Когда у тебя много модулей, ты редко применяешь какие-то такие изощрённые функции. Ты чаще всего придерживаешься, например, субстрактивный, либо аддитивный. Это два направления, вы можете об этом посмотреть. Для тех, кому интересно, это, в принципе, два направления, к которым вы можете идти. Аддитивный синтез и субстрактивный синтез. Я не буду задерживаться пояснений, что это означает, потому что такой технической информации в интернете много. Она и в устном виде существует, и также можете текст почитать, и на русском тоже, в принципе, есть. Мне здесь интересно показывать вам именно опыт от взаимодействия с модулями. Ну что, давайте посмотрим на функционал этого модуля и посмотрим, насколько он может сам себя модулировать и вообще, возможно ли какая-то модуляция одного модуля, то есть самого себя. У этого модуля есть левый выход и правый выход. Соответственно, вот эта половина отвечает за левый сэмпл, эта половина отвечает за правый сэмпл. У него есть входы и выходы, и они идентичны. То есть вот здесь выход, здесь выход. Здесь, например, вход в вольт-октава, здесь вход в вольт-октава. Эта зона отвечает за запись в этот сэмплер. Так, подключаем. Значит, допустим, возьмем простой сэмпл. Эти сэмплы располагаются на флешке, и эти сэмплы шли в комплекте. То есть, в принципе, можно уже делать какой-то ресэмплинг или использовать их в качестве источника звука. Это вот такой сэмпл. Если один раз нажимаем, один раз играет. Если зажать его, то он будет играть постоянно. Это меняется высота. Если мы хотим, чтобы этот сэмпл играл стерео, то здесь надо воспользоваться функциями симпсизатора. Сейчас он играет стерео. Но мы будем использовать моно, чтобы в этой части тоже воспроизвести какой-то звук. Возьму немножко проводов, на всякий случай. Сейчас подберем какой-нибудь сэмпл сюда, чтобы он мог играть вместе с этим. Какой-нибудь бит хочу найти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас видим, что эти сэмпл, имеют определенную длину. Эту длину можно менять вот здесь. То есть если мы... Мы оставили по кусочку из каждого сэмпла, который играет, например, в начале. И на старт позицион, то есть начало, можно также изменять. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я это отключу пока. Даже можно в качестве осциллятора это использовать. То есть сейчас используется фрагмент, маленький аудиофайла, и мы гуляем по нему с начала в конец. Поскольку он постоянно играет, можно использовать вот так. А можно зажать, и он будет играть постоянно. У каждого из сэмплов есть своё управление. Например, у него есть end-out. То есть когда этот модуль заканчивает своё воспроизведение, он моргает, и этот триггер передаёт вот на этот провод, потому что мы его используем. И мы можем его, например, использовать в качестве плея. И мы отключаем автоповтор. И когда он заканчивает свою игру, он воспроизводит этот сэмпл. Сейчас мы не слышим, потому что... Ну и получается, они уже синхронизировались. Когда этот сэмпл заканчивает, тот начинается. И получается вот такой грув. Что мы ещё можем сделать? Когда этот сэмпл, например, заканчивает свою игру, он может сделать реверс. Реверс — это вот input здесь. Скрой, что получилось. Так получается, что длина этого сэмпла не позволяет ему играть вперёд, только разворачивать его. То есть надо её сделать длиннее, чтобы было... попробуем добиться какого-нибудь интересного результата. Длина этого сэмпл. 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 Миния на семпле. То есть мы сейчас патч сохраняем так, как он был, просто меняем звуковые сэмплы, которые играли. И получаем какую-нибудь интересную модуляцию. Я громко сейчас регулирую. Я громко сейчас регулирую. Я громко сейчас регулирую. Попробуем зону. Вот играет сэмпл. Когда он заканчивает, я предполагаю игру этого сэмпла. Можно попробовать, когда он заканчивает, чтобы он сам себя разворачивал. Ну и теперь можно попробовать какой-нибудь эффектик добавить. Поэкспериментирую. Поэкспериментирую. Подпишитесь, как у меня. Для этих хоч какого-то высоко. Какая-то из Aberto — Поэтому… В. Ну и, пожалуй, всё. Особую модуляцию тут, конечно, и не сделать. Здесь есть Start Position, длина сэмпла и вольт-октава. Это можно подавать сюда напряжение различной модуляции, и тогда будет меняться сэмпл. Соответственно, если тут Start Position подать, то будет меняться вот эта кнопочка. Если в длину сэмпла, то вот эта. Если Pitch, то... Но поскольку у нас нету тут никаких модулей, и мы уже не можем такого сделать ничего пока. В следующем видео я подключу сюда уже LFO, и мы посмотрим, что можно будет сделать с помощью LFO, и этого модуля уже сообща, то есть когда два модуля будут друг с другом взаимодействовать, какие-то различные другие модуляции. На самом деле, когда у вас нет ни одного модуля, наверное, сложно понять, что вообще здесь сейчас происходило, потому что пока не попробуешь и не подвигаешь какие-то ручки, и не почитаешь мануал отдельного взятого модуля, ничего не понятно будет. Вот этот модуль, он довольно функциональный, и имеет различные возможности. Также записи в него, он имеет возможности редактирования банков, сэмплов. То есть это все прописано в мануале, который нужно читать, там, не знаю, ну, может быть, неделю, для того, чтобы адекватно понять все его возможности и использовать именно те, которые вам необходимы. У меня не было цели записывать сегодня мануал по этому сэмплеру, поэтому я, конечно же, раскрыл малую часть того вообще, что можно с ним сделать. Если вам интересен этот сэмплер, напишите в комментариях, возможно, я сделаю какой-то полноценный обзор именно на этот модуль. Если же вы возьмете какой-нибудь аналоговый осциллятор, то он будет просто жужжать, вы можете менять высоту, ну, может быть, какой-то вейв шейп там будет происходить, в зависимости от мощности и возможности этого осциллятора. Но толком прямо песню написать будет невозможно. Но зато можно ресэмплить. Записал кусок какой-то там веболтон, модуляцию сделал, покрутив и еще раз записал. То есть таким образом можно миксовать полный переход от, допустим, написания музыки в компьютере, перемешивая его с аналоговым или цифровым или модульным синтезатором. Модули, как я уже говорил, имеют определенное направление. В качестве основного модуля, первого модуля, мы можем выбрать сэмплер, аналоговый осциллятор или эффектор. Я не знаю, ну, можно, конечно, что-то еще придумывать, наверное, но мне понравилось вот такие вот три направления, которые я хотел бы вам сегодня рассказать. Где смотреть, какие модули и что они делают, я оставлю в описании. Это один из популярнейших сайтов Modular Grid. Там есть практически все модули существующие. Их можно выбрать по бренду, их можно выбрать по функционалу, их можно выбрать по цене, сортировать по размеру. И цены на эти модули также есть. И можете кликать там, переходя в магазин и заказывая эти модули. То есть такой некий гайд по собирательству синтезатора. Также вы можете там собрать свой кейс, залогиниться, собрать свой кейс. Я ссылку оставлю, наверное, на этот свой кейс, чтобы вы посмотрели эти модули, почитали функционалы этих модулей. Еще есть классная альтернатива для тех, кто пока еще не может купить себе модули, но и вообще решается, стоит ли ему их покупать. Есть такая программа VCV Rec. Для тех, кто любит и имеет возможность программирования с помощью компьютера, у кого есть какой-то компьютер, вы можете воспользоваться VCV Rec и добавлять туда виртуальные модули, и также там патчить их проводами и получать какой-то уже модуляцию. Ее также можно записывать и использовать для своей музыки. Если, конечно, у вас есть цель просто использовать модуляционную музыку и без модуляра. Там, на самом деле, преимущественно такие какие-то базовые модули. Не все, конечно же, там есть, но там есть целая линейка Mutable Instruments. Их можно подгрузить отдельно. Если бы там был Make Noise, было бы здорово, наверное, когда я только начинал собирать. Но тогда, по-моему, программы даже это не было. Так что, те, кто не может купить себе сейчас модули или, например, не хочет, пока не понимает, нужна ли ему, пожалуйста, можете попробовать VCV Rec, если вы работаете с компьютером, если вы умеете там что-то программировать. Те, кто уже знает, что точно будет покупать модули, может идти на модуль Artgrid и выбирать по функционалу эти модули, ну, как-то сортировать, собирать, смотреть стоимость и уже покупать что-то. Также вы можете посмотреть обзоры каких-то модулей. Например, вы можете в модуль Artgrid что-то найти, какие-то классные модули, которые вам понравятся, и потом пойти на YouTube, вбивая названия, смотреть. Люди иногда делают на них обзоры технические, и вы можете смотреть, нравится он вам или нет. Обычно все так делают. Дальше уже идти в магазин или там на Авито, или где какие-то еще барахолки, которые у вас есть в городе, имеется в виду онлайн, или, может быть, онлайн, если вы в большом городе живете, то вы можете уже покупать бывшие модули. Если, конечно, у вас есть друзья, у которых есть модули, и вы можете взять их пощупать, я настоятельно рекомендую эти модули у них потестировать, прийти к ним в гости, покрутить, потому что это самая крутая возможность понять, нужен вам такой модуль, нужен ли вам вообще модулярный синт или нет. Как я уже говорил, у меня была возможность такая. До покупки первых своих модулей я приезжал к другу, и там пытался патчить. Он, правда, меня ругал за то, что я там что-то не так делал, входы во входы патчил, но тогда не было понимания, как это правильно все делать, и такие косяки тоже наблюдались. Весь опыт вы получаете непосредственно не устно, а на практике, когда у вас появляются уже модули. То есть модуль, мануал, первые практически какие-то приемы, и понимание того, куда двигаться дальше, какой модуль приобрести. Наверное, это все, что я хотел сегодня сказать. Если что-то упустил, пишите в комментариях, в следующих видео буду дополнять или развивать какие-то направления по теории, возможно. Также хочу поблагодарить вас за онлайн-активность, за то, что вы пишете комментарии, за то, что вы оцениваете видео, потому что на данном этапе это очень важно. Ну все, пока. Субтитры создавал DimaTorzok